Шесть лет назад я обратилась в больницу, мне показал, пришел анализ ВПЧ 16 типа вируса. Это как бы онкологическое, как бы сказали, но вы там не волнуйтесь, это все там будем наблюдаться через каждые полгода. Ну вот я наблюдалась через каждые полгода, брали цитологию, брали из вены, из пальца кровь, все как полагается. Ни одного дня не пропускала, как бы мне сказали доктора, я все это делала. Но когда я обратилась уже в другую больницу, там мне взяли на гистологию, отправили, и мне пришел результат, что у меня рак шейки матки уже третьей стадии. Операцию мне нельзя делать, в связи с чего у меня линфозный. Если у меня линфозный тронут, как доктора сказали, то что вариантов никакого, нулевые. Мне делали химиотерапию, мне делали лучевую терапию. Брат сообщил такую неприятную весть о том, что заболела Светлана. Когда мы узнали, что это третья стадия, мы были просто в шоке. Для нас было это единственное, куда мы могли обратиться, это к Богу, потому что это только он нам поможет, только чудо нас спасет в такой ситуации. Нам посоветовали, что есть Золотухиный монастырь. Мы приехали с братом, с дочерью его, с тетей, приехали сюда. Матушка Агапия нас направила, что мы должны поехать, у нас есть своя матушка Матрона, это матушка Мисаила. Мы поехали всей семьей туда, мы обратились к матушке Мисаиле с просьбой, с большой, с каждой, со своей. Мы плакали и просили помощи, заступничества, выздоровления скорейшего, и чтобы мы как можно дольше, она еще пожила здесь, на земле, с детками. Мы набрали ей воду, потому что в тот момент она находилась в больнице, и ее положили в больницу, и три месяца ее нельзя было выписывать домой. Мы привозили ей воду, как только она заканчивалась, мы привозили ее снова от матушки Мисаилы. Позже мы планировали свозить ее туда, но не знали как, потому что ее пока еще не выпустили из больницы. Поэтому мы ее поили этой водой, чтобы она умывалась каждое утро и ее пила. В последующем ее выписали домой, пока она чтобы дома побыла немножечко. В сентябре ей был день рождения, и на ее день рождения мы свозили ее к матушке Мисаиле снова, чтобы теперь побыла она сама на этой могилке, у этой святой, и сама попросила за себя, не только мы за нее. Ну, конечно, и мы же помогали, потому что как мы можем оставить ее? В данной ситуации попросили сначала побылю матушки Мисаилы на могилке, а потом спустились вниз за водичкой. И так получилось, что мы боялись за нее, потому что это же все-таки гинекология, и вода холодная, чтобы она не пошла туда, к источнику. Так получилось, что она зашла в купель, она походила ножками своей по воде, мы набрали воды, привезли домой. Позже стали проходить обследование, сделали МРТ. И у нас, ну, слава богу, у нас чудо. Вот бог дал, все хорошо, ездили в храм, писали, записочки просили, здоровья ездил, и сын ездил, и свекровь, и дочки все ездили. Ходили за водичкой там в купель, и ножки мыли, и умывались. Все просили о моем здоровье. Ну вот, бог дал. Вроде бы сказали, что все это ушло, все это будет, все хорошо, под наблюдением. Вот так я и живу. Более того, когда молились, просили матушку Мисаилу, приснилась матушка Мисаиле мне, приснилась, я у нее подошла. Сон помню, как сейчас подошла, потому что начало, что говорила, я не помню. Подошла и спросила, потому что у нас такая боль, у нас такое горе, нам нужна помощь. И она сказала, молитесь о ней Николаю Чудотворцу. Я распечатала молитвы, рассказала всем родственникам, рассказала о том, чтобы мы о ней молились, о том, чтобы мы просили как можно усерднее, потому что, ну, я думаю, что бог нас услышит. Вот я поэтому надеюсь, что Мисаила предложила к этому уроку о том, чтобы мы выздоровели, о том, что мы, в принципе, у нас пока положительная динамика, и мы очень-очень этому рады. И в случае чего мы обращаемся, едем, набираем воду, чтобы мы от этого никуда не отошли. Дочь у меня тоже, ну, так получилось, что не захотела пойти по избранному пути вначале, потому что она захотела сначала идти на юрфак, а потом оказалось, что она его не воспринимает, ей не нужно это. Поэтому для меня это была очень большая вот какая-то беда такая, потому что, ну, как-то ты вкладываешь, вкладываешь ребенка. И поэтому я просила, ездила снова, поехали с дочерью, мы поехали к матушке Мисаиле, мы просили, чтобы она дала своего наставления, чтобы она дала своего напутствия, чтобы она не отступила от пути, не отступила своего настоящего истинного пути, чтобы она не сбилась. Ну, слава Богу. То есть она на юридическом продолжает учиться? Она продолжает учиться на юрфаке заочно и работает. Племянника я тоже возила, потому что позвонила жена, его сказала, что как-то вот не очень хорошо чувствует, потому что снятся ему сны дурные. Ушли, они пригласили, посвятили дом, они читают книжечку приобрели матушке Мессаэлы, которую мы брали. Они ездят за водой, они ездят периодически туда, они ездили, потому что там молебен утром заслужат, они ездили туда, именно получилось у них так. И они очень рады, они очень довольны, мы получаем помощь. Я очень рада, что у нас есть своя такая матушка Матрона, что нам не нужно ехать в Москву, что у нас есть все под боком. Моя знакомая заболела, онкология у нее была, неожиданно причем. И она сделала одну операцию, потом вторую, и приехали сюда в коренную пуст. Была тяжелая стадия, и лимфоузлы там удаляли на ноге, в общем, по организму все, все это пошло. И мы встретились с матушкой Агапией, подавали записки, потому что я рассказала, что здесь есть монастырь такой, Золотухина, и псалтырь читают неисупаемую, которые молятся каждый день по несколько раз, 24, по-моему, раз упоминают имя. И мы вот подаем, вот все время, все время подаем эту записочку, но, да, и по всей видимости, матушка Агапия посоветовала обращаться к матушке Мисаэле, что такая вот в Курске молитвенница. Они сами, у них фамилия Сопрыкины, они родом отсюда, но живут под Москву. Им здесь очень понравилось, этим летом они приезжали еще раз сюда к нам, вот на источник, на коренную пустыню, и в Золотухину мы тоже приезжали. Каковы результаты на сегодняшний день? В год прошел уже с того времени, как они начали молиться? Ну да, год. И какие результаты? Вот она сдает анализы, вот я тоже вот только, не знаю, потому что МРТ, МРТ, она сдает, и все хорошо. Конечно, это чудеса, это только же с Божьей помощью, из наших молитвенниц там на небе, с помощью, да.